Всем привет! С вами инженер Электрик и Кимов Игорь. Иногда приходится сталкиваться с проблемой, когда есть одноклавишный выключатель, который коммутирует светильник. Но нам нужно, чтобы этот светильник включался не только с этого выключателя, но и с другого места. То есть, наш светильник включается только с одного места, а нам нужно, чтобы он включался с двух мест. При этом нам не хочется искать разветвительную коробку, чтобы там этот светильник перекоммутировать. Вот эта схема отвечает нужным нам условиям. Для нас достаточно двухжильного кабеля, который подходит к выключателю, чтобы подключить нашу доработку схемы. При этом нас не интересует, как к светильнику подходит ноль, земля и провод от выключателя. У себя на канале я рассматриваю и другие схемы подключения розеток и выключателей. Чтобы это не пропустить, подпишитесь на канал. Данная схема подключения проходных выключателей популярна тем, что может применяться как для ремонта электропроводки, так и при полной замене электропроводки. При этом мы не привязаны к разветвительной коробке, к которой подключен светильник. Также эту схему подключения проходных выключателей можно применять в бескоробочном методе прокладки электропроводки. Одноклавичный выключатель нам нужно поменять на проходной. Проложить трехжильный кабель до подрозетника, где у нас второе место включения светильника. В этот подрозетник нам нужно поставить второй проходной выключатель. Соединяем проходные выключатели согласно схеме. В первом подрозетнике делаем дополнительное соединение проводов. Я обычно его делаю скруткой с пропайкой. Это соединение занимает мало места в подрозетнике. Если все правильно подключили, то сможем управлять данным светильником с двух мест. Обычно данная схема применяется, когда проходные выключатели находятся недалеко друг от друга. На слайде приведен пример, когда с лоджии два выхода, на кухню и комнату. При этом удобно выключать и выключать свет, когда приходишь на лоджию как с комнаты, так и с кухни. Второе применение данной схемы, когда проходные выключатели ставятся снаружи и внутри комнаты. Например, в спальне или в детской. Это применяется не часто, но было несколько объектов, когда я это делал по просьбе заказчика. Следующее применение данной схемы в спальне ставятся проходные выключатели с двух сторон кровати. То есть, можно выключать свет, не перелазя через супруга или супругу. На данной картинке реализована более сложная схема. Каждый светильник над кроватью выключается с двух мест. Когда более большое расстояние между проходными выключателями, то обычно применяются другие схемы подключения проходных выключателей. Эти схемы я рассмотрю в следующих роликах. Подпишитесь на канал, чтобы их не пропустить. Но данная схема у меня применяется наиболее часто. Если есть вопросы по работе схемы подключения проходных выключателей из данного ролика, задавайте в комментариях. Если ролик считаете полезным, поделитесь с друзьями, поддержите канал лайком и до встречи в новых видео.